добрый вечер ребята сегодня как обычно у нас лекция одна из последних так что и как обычно давайте звук проверим видно слышно если да напишите если нет то будем что-то делать да слышно хорошо но если слышно то давайте наверно все-таки начнем несколько тем скажем так как обычно парочка-тройка вот и как бы начнем с того что в общем то скажем не очень интересно сегодня будет тоже скажем нужно смотрите все сейчас первая тема у нас будет техсостояние транспортных средств и их оборудование в этой теме я раз буду вам рассказывать при каких переоборудованиях запрещена эксплуатация нашего автомобиля вот ну давайте с самого начала начнем что что нам запрещено эксплуатировать наши машины если мы переоборудовали нашу машину и это переоборудование касается безопасности дорожного движения то есть нельзя влазить какие-то узлы и агрегаты которые у нас напрямую зависит от безопасности то есть подвеску переделывать там доделывать пилить распиливать отпиливать то есть вот это вот все детки нет конкретно нельзя нельзя эксплуатировать транспортное средство запрещается если номерные знаки не соответствуют стандартам национальным стандартам ну что я хочу сказать по поводу нормативов и стандартов ну дело в том что сейчас многие ездят вы видели у нас номерные знаки а как они чисто вот их 3d 3d да красиво смотрится ничего не могу сказать но это не национальный стандарт это не национальный стандарт поэтому как бы пока никто из полицейских не трогает за это дело но будут команду будут трогать поэтому я вам скажем так не рекомендую вставить такие номера значит вот все-таки пользоваться теми номерами которые соответствуют нормативам всем нормативным актом значит дальше что у нас еще не соответствует нарушен порядок установки спецсигналов то есть смотрите если мы устанавливаем спецсигнал на свою машину то на это нужно разрешение с полицией на установку спецсигналов имеется в виду маячков и звуковых сигналов ну и давайте поговорим о поломках при которых запрещает эксплуатация наших транспорта нашего транспортного средства значит что мы понимаем под понятием эксплуатация запрещена но под этим эксплуатация запрещена мы понимаем что мы не можем двигаться туда в намеченном наши нами маршруте мы можем развернуться и ехать внизу стенки либо ремонта вот это имеется ввиду эксплуатация запрещена то есть смотрите допустим ну такой пример если мы допустим поехали на море и у нас что-то поломалось то извините мы должны вернуться и это отремонтировать но опять же таки только что-то то что чем нельзя дальше ехать без чего нельзя ехать но если мы едем уже с моря с моря и у нас что-то поломалось то в этом случае мы можем да мы можем если машина наша продолжает ехать то мы можем ехать месту ремонта либо стоянки нашего автомобиля ну и давайте определимся с какими поломками все-таки эксплуатация запрещена если изменена конструкция тормозной системы то есть мы влезли туда и решили что наши колодки это фигня давайте наклеим два пластмассовые то есть это уже изменение в конструкции дальше если применяются детали жидкости не предусмотренные заводом-изготовителем для тормозной системы если вы понимаете о чем мы говорим то у нас тормозная система рассказывала она имеет она у нас гидравлическая это в принципе это вечная тормозная система она практически не ломается ну я не знаю все конечно в этой жизни ломается но она очень и очень надежна вот поэтому и жидкости должны заливаться правильные вот если тормозная система не вклад не укладывается в параметры штук что у нас за параметры я вам сейчас объясню во время испытания при движении на рехов автомобиля со скоростью 40 километров в час должен 40 километров час автомобиль должен остановиться в пределах 14 целых 7 десятых метров ну это проще 14 метров 14 метров 70 сантиметров вот в этом вот в этом пределе машина должна остановиться и во время торможения увод от траектории не больше 8 градусов то есть заноса практически быть не должно дальше если ручник не удерживать пустой автомобиль на уклоне 23 градуса груженный автомобиль на уклоне 16 градусов то есть если вы подняли ручник она продолжает катиться то же самое если не замыкается рука ручника в поднятом положении то есть нет фиксации этого положения естественно тоже запрещено это то что касалось у нас тормозной системы теперь по поводу рулевого управления максимальный люфт для автомобилей стоящих на конвейере с которых сходящие с конвейера 10 градусов то есть что как мы проверяем люфт люфт вот коли воду на спица колеса рулевого колеса мы смотрим вот вот этого движения которое не затрагивает движение колес вот это вот люфт что такое берем за рулем потихонечку вот это люфт вот этот люфт должен не превышать 10 градусов вы помните школьный транспортир до примерно можно приложить под к спица и посмотреть этот люфт больше 10 градусов приблизительно бумажечку можно нарисовать и и потом по транспортирую вымерять но это для автомобилей стоящих на конвейере то есть которые сейчас выпускаются для автомобилей стоятых с производства там ее 25 градусов имеется ввиду автомобили с 88 года у сказано скажем так значит в механизме рулевого управления имеется перемещение и предусмотренные конструкции то есть мы поворачиваем роли но хрусь 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 вот такого плана что-то тоже эксплуатировать запрещено применяются запчасти и жидкости не предусмотренные конструкции но это имеется ввиду для рулевых механизмом с червячной парой там действительно заливается масло специальный залей туда жижи масло будет совсем все по-другому залезть густое маслом и вообще руль не повернем вот поэтому заливается определенное масло вот при каких еще неисправностях при внешних световых приборах что имеется ввиду количество вас цвет тип не соответствует конструкции то есть у нас положено допустим две фары быть а мы взяли еще две поставили рядышком такие же ну или почти такие же вот взяли потонировали фары например я посмотрю многие сзади тонируются фонари задние тоже неправильно потому что он притонировал затонировал задние фонари вроде как симпатичнее смотреться стало но дело в том что нажимаешь на стоп сигнала их практически не видно но ночью может видно одним очень очень дальше нарушена регулировка фар то есть когда фары бьют куда попало то есть не четко как положено а бьют допустим в лобового стекла встречному автомобилю ну как бы это неправильно вот теперь когда еще при ближнем свете не горит левая фара значит когда я учился на таком сахарном или так если не работает лево залила лампочка левой фары что мы должны остановиться снять лавы лампочку с правой фары и поставить лампу в левую фару вот таким вот и можно дальше продолжить движение опять же таки но если мы этого не сделали значит ехать дальше плакировать пошло запрещено дальше предусмотрена лампочки не предусмотренные конструкции но это скорее всего уже намек на ксеноны потому что эти лампочки действительно не предназначены для эксплуатации в нашем автомобиле поэтому их уже начинают потихонечку убирать тонировка на фарах на задних фонарях вот даже этот пункт уже внести в право дорожного движения стеклоочистители дворники которые наши не работают обыватели не работают если допустим на улице погода такая как сейчас то есть дождичек может быть небольшой или вот-вот нам может пойти дождик небольшой а у нас не работают дворники либо стеклоомыватели выезжать запрещается теперь немножко о колесах что имеется в виду ну смотрите мы запрещено эксплуатации автомобиля если глубина протектора на автомобилях или прицепе меньше чем 1 и 6 миллиметров то есть очень просто блюдо штангенциркер вставляется вот в накатан рисунок нашего колеса и по замеряется глубина протектора если меньше чем 1 и 6 то эксплуатировать нельзя сейчас проще сейчас на многих колесах поставили специальные контрольные такие бугорочки если до бугорка не дошла не дошел износ можно эксплуатировать если дошел до бугорочка вот тех износ горки стоят четко вот в канавках в канавках колеса колес наших резины если это очень хорошо даже видно дальше когда покрышка ваша имеет видимые повреждения там порезы какие-то или еще что-то почему нельзя потому что вы сейчас поедете от того что идет сцепление колеса с асфальтом шины греются и вот в том порезе там где есть на покрышке порез может произойти выстрел если колесо пойдет на выстрел машину очень сложно будет удержать вы просто разобьетесь да особенно если это переднее колесо ну заднее тоже да дальше шины не соответствует да не соответствует данному транспортному средству ну например я вот смотрел обо всем недавно видел на живули поставили 15 колеса а низкопрофильные то есть от диска до асфальта там вот такой всего кусочек колеса вот они такие широченные так они сделали что они взяли вырезали крылья ну вот эти знаете которые там типа я крутой стрит трейсер да вот вот такую машинку видел ну это и это конечно же неправильно хотя я скажу больше многие допустим устанавливают шины большего диаметра для чего для того чтобы приподняться машину надо асфальтом зная что сейчас допустим у нас еще довольно таки очень хорошие дороги а раньше дорог не было совсем и поэтому многие машины водители с машинами очень страдали от этого машины фактически обрывали юбку бампера бампер отбивали отбивали картера отбивали маслоприемники то есть это была жесть машины низкие не предназначены для езды по ямам а у нас это было поэтому люди старались каким-то образом поднять машину в данном случае за счет увеличенного колеса ну и это тоже как бы не очень хорошо теперь запрещено если на одну ось установлены разные шины ну например на передние колеса мы поставили колесо одно летнее одно зимнее ошибованное то есть уже ехать никуда нельзя то есть колеса остается в паре меняются не меньше чем в два то есть два колеса два одинаковых колеса на передок могут быть два два одинаковых с другим рисунком сзади это можно но но между собой задние колеса должны быть одинаково с одинаковым рисунком понятно дальше что у нас еще отсутствует болт или гайка крепления колеса трещины на диске если присутствует на диске трещины то то же самое эксплуатировать ни в коем случае нельзя что еще значит запрещено на одну ось ставить радиальные диагональные шины это разные шины можно на переднюю на переднюю можно ставить диагональные с цифрой д а на заднюю радиальные вот так вот вот таким вот образом ну у нас в принципе сейчас с этим проблем нету колеса обычно в стандарте уже диагональных нету шин практически и от них избавились они не нужны были стали очень не очень хорошая резина почему потому что при ударах она сразу становится шишками в общем не любят она ям в общем убрали но правило дорожного движения четко рекомендуют летом ездить на летней резине зимой ездить на зимней хочу сказать еще одну маленькую вещь обычно нормальные водители обычно нормальный водитель это имеется два комплекта резины первый комплект летний второй комплект зимний почему объясню дело в том что ну во первых тогда резина дольше ходит когда вы лето покатались допустим осень пришла снежок трусанула а вы бац переебулись на длинную резину как покатались зимой по голоду по снежку там по всем делам на лето бац перекинули летние то есть фактически за счет вот этих вот перерывов она нас дольше живет это понятно пока или не очень хорошо поехали дальше двигателя содержание в двигателе вредных вернее в выхлопе вредных веществ в выхлопных газах превышает норму ну вот когда видели автомобили дымят автомобиль может и ниц и не дымите но возле него стоять будет невозможно выхлопные газы до такой степени содержат угар что стоишь с железом заведенным автомобилем а дышать нечем просто аж до кашля буквально такое тоже иногда бывает неисправна система выпуска отработанных газов это имеется ввиду глушитель бывает что внутри выгорает все и он начинает губанить естественно он не выполняет своих функций что еще превышен уровень шума в опять же таки а шум тоже естественно на шумном автомобиле идти нельзя хотя я посмотрю сейчас очень многие на прямотоках показывая всем что вот это я крут я сейчас как газанул типа я как будто на болиде какому-то там спортивному короче лоховство одним словом есть определенные стандарты завод изготовитель предусмотрел такие вещи но и с другой стороны вы же поймите вот сегодня произвели на такой машине у вас такая головешка будет от того что он так рычет а что представьте представьте что другим окружающим которые люди рядом с вами едут они же тоже это жесть просто оно же рычит некоторые боятся некоторые могут испугаться в общем откровенно говоря ну это неправильные вещи поэтому и право дорожного движения запретили это все дальше запрещает эксплуатация если отсутствуют зеркала ну здесь понятно да нет зеркал куда же мы едем если мы не видим что сзади мы не перестроиться не повернуть ничего не сможем не работает звуковой сигнал то же самое эксплуатировать машину запрещено на транспортном средстве предметы ограничивающие обзорность тонировка например то есть многие сейчас уже не так а вот раньше обязательно собрали тонировали свою машину и тонировали очень темой пленкой очень темой пленкой что в принципе невозможно смотреть через нее просто видишь ничего не видишь ну люди тонируют таким образом чтобы их не видели ну а зачем если ты еще и сам ничего не видишь ну зачем такая тонировка да на транспортном средстве вот что под воду тренировка неисправны замки дверей и багажника ну тоже вы сами понимаете как можно поехать если дверку закрыл она бац открылась круто да и я понимаю можно привязаться ремнем не бояться что ты выпадешь а дверь привязать на веревочке или держать рукой но это не выход это не этого делать нельзя поэтому если замки не рабочие то измените отремонтируйте и идти дальше если не работает спидом этот спидом этот не работает ехать запрещено ну скажем так спидом этот приборчик конечно нужен потому что когда ты едешь допустим по дорогам посмотришь на скорость как там хоть как руки хоть не крути но все равно на скорость мы посмотрим по любому вот что еще не работает обогрев или обдув стекла это очень актуально когда у нас сырая погода то есть это вот сырость сырая погода после дождя пример либо во время дождя во время снегопада вот у нас сырая погода начинается стекла запотевать мы включаем печку и у нас пошел обдув стекол который который не дает возможности запотеванию стекла вот разрушен коренной лист рессоры или центральный и болт что такое коренной риск и но здесь это тот лист который крепится к кузову то есть это фактически на том листе держится вся рессора на голеном весел лопнул то как мы будем ехать у нас получается сзади мост будет так дергаться до сюда ерзать это неправильно естественно машина может зад машины пойти на обгон нас перевернуть наш автомобиль это за заднеприводных машин несправно тяга в особное устройство автопоезда ну это либо дышло полу развалившиеся либо фаркоп отваливается то есть до этого делать нельзя кстати вот недавно буквально была ситуация когда отцепилась фура и две машины по моему раздолбала от фуры от тягача отцепился прицеп погруженный и две машины зацепил кого-то даже на у кого-то насмерть вот еще и у вас отсутствует бампера тоже нельзя эксплуатировать почему потому что на переднем бампере как правило крепится номерной знак если бампера защитно а без нагрев и спорте автомобиль нельзя что еще отсутствие предусмотренные заводом изготовителями брызовики я могу сказать честно трое на если вы ездите без брызовиков то вы не думаете что вот так это все просто полицейские остановки за что-то за какое-то нарушение и увидят что нету брызовиков то даже припросуют и брызовики если так вы просто обошлись бы устным полицейским полицейским то две-три нарушения уже конкретно полицейские могут выписывать протокол неисправно ли отсутствует огнетушитель знак аварийной остановки аптечка то есть вот это вот тоже без этого эксплуатировать нельзя то есть вас в автомобиле помните да должен находиться обязательно знак аварийной остановки огнетушитель и аптечка кстати огнетушитель должен быть в рабочем состоянии скажу честно и откровенно по поводу огнетушителя ни разу меня не остановили полицейские либо гаишники и не проверяли работа там не работа вообще есть ли они когда-то когда-то очень-очень давно еще в 90-х годах как-то остановились спросили есть у тебя есть показатель не это ладно не надо вот и все а так сейчас уже не спрашиваю это входит комплектность транспортного средства поэтому мы это знаем что должно быть отсутствует или неисправные ремни безопасности или подголовники кстати за тоже тоже интересный вариант мы подали в небезопасности ноги не пристегаются но не наказывают подголовники я знаю что некоторые снимают особенно девочки у меня просто знакомая ездит на машине так она что делает она снимает сзади подголовник свой я говорю зачем ты снимаешь она говорит а у меня хвост я не могу я еду вот так вот так сижу еду так сядь нормально откинь немножко назад сиденье и сядь нормально а я по другому не могу у меня спина болит поэтому я снимаю нормально себя чувствую ну ты же понимаешь что подголовник спасает шейные позвонки от удара сзади то есть если в нас кто-то врезается без подголовника ломаются шейные позвонки а так подголовник не дает возможности сломаться да может быть трещина какая-нибудь в позвоночнике но он не сломается понятно вот и при каких неисправностях запрещено дальнейшее движение сейчас секундочку значит смотрите что у нас по поводу дальше что у нас по поводу дальше рабочая тормозная система для рулевого управления не дают возможности водителю остановить транспортное средство либо совершить маневр во время движения с минимальной скоростью то есть если у нас запустим мы едем мы едем с вами на машинке мы знаем что у нас какие-то проблемы но на самой маленькой даже на самой маленькой скорости начинаем крутить руль а у нас колеса не крутятся а мы как ехали прямо так и едем то есть естественно дальнейшая эксплуатация запрещена нажимаем на тормоз на самая машинка или катится нажимаем на тормоз а машина не останавливается как ехал так и то же самое в темное время суток ночью в условиях недостаточной видимости не горят лампы фар или задние габаритные фонари ехать нельзя если не работает сигнал освещения то ни в коем случае держаться нельзя во время дождя и среди снегопада не работает стеклочиститель со стороны расположения руля то есть если не работает пассажирский дебоксинг а вот водительский стеклочиститель должен работать щетки должны работать вода должна подаваться на окна это понятно ну вот примерно вот так вот скажем у нас все это происходит по речи ну тяговое устройство автопоезда мы уже писали ну говорили об этом вот ну чтобы вы понимали это все действительно серьезно на мотоциклах на мопедах нет нет предусмотренных инструкций подножек на сидеть на сидне поперечных рукояток для пассажиров то есть тоже нельзя ехать то есть вы знаете что сзади для пассажира должна быть рукоятка за которым должен держаться если нет то эксплуатировать запрещается на мотоцикле нет предусмотренных конструкций дух безопасности то есть на мотоцикле стоят дуги таки тоже запрещено отсюда за ним не беру вас я сказал ремни безопасности не в рабочем состоянии или имеют видимые надрывы на лямках тоже нельзя эксплуатировать то есть если мы берем допустим за за защелку а на ремни на ремни тянем а там у нас кусок ремни оборванный куда же естественно нельзя потому что при ударе время дрон спасать нашу ремни просто разрываться и мы вылетим в окно так что еще все вот такие вот у нас вот такая вот пилка сегодняшняя которому я хотел рассказать значит следующая тема нашего занятия это отдельные вопросы дорожного движения требующие согласования с полицией значит скажем так ну а в основном это более таки спец вопрос это согласоваться с полицией размещение торговых точек и рекламы вдоль дороги обязательно согласовывается движение колонн в которых более пяти транспортных средств тоже согласовывается с нацполицией обязательно установка спецсигналов согласовывается с сервисным центром мбд ну вот так сейчас это звучит скажем так то есть разрешение выдается там это разрешение должно находиться у вас с собой в машине не дома не в офисе в машине переоборудование т.с. транспортных средств согласовывается с сервисным центром вот ну например что это за преобладывание например установка ГБУ газобалонного оборудования вот она должна установиться согласовываться с тем самым если же вы ставите ГБУ то обязательно вам нужно будет вписывать его в техпаспорт любые действия с номерными частями кузова или двигателя согласовываются с сервисным центром мбд ну тут еще нюанс конечно же вот какого плана иногда иногда особенно на старых машинках номерные узлы на особенно на кузове часто грустно могут просто сгнивать так вот если вдруг такая ситуация происходит номерной знак обычно на лобовой панели со стороны двигательного отсека есть а в более свежих машинах эти номерные панельки еще стоят возле пассажирского сиденья и в багажнике так вот ну в багажнике бывает нет есть бывает нет в багажнике тоже бывает есть или нет но в двигательном отсеке обязательно стоит номер кузова так вот если вдруг не ты бог этот номер начал прогнивать я вам советую просто подъехать в институт Бакариуса чтобы они составили заключение по этому номеру по этому номеру значит они сделают экспертную оценку четко сфотографируют определят конкретно символы знаки определят менялся не менялся он там варивался не варивался и выдадут экспертное заключение на основании этого экспертного заключения если вас вдруг остановят скажут у вас номера попрогнивали вообще может это ворованная машина вот скажите нет ребята вот это экспертная оценка из Тобокариуса и вот на основании вот этой экспертной оценки если вы будете заниматься сваркой вы берете в разрешение в ГАИ на сварочные работы в районе этого номера и на основании этой экспертной оценки уже ГАИ ставят кузов как БН без номерной раньше наш народ старался такие кузова приобретать приобретать почему чтобы сделать в тех паспорте без номерной почему потому что каждый считал как елки-палки милое дело без номерной номера нет ну и мать его так прекрасно я сейчас катаюсь все нормально машинка погнила ну и бог с ним я купил другую номер вырезал литовца купил за копейки номер вырезал тупо покрасил и катаюсь дальше не получится не получится потому что сейчас эксперты даже те которые на Шевченко сидят они четко проверяют тот этот кузов или не тот потому что есть там как разочные покрытия которые делали с заводом и с готовителями и после того как машина несколько раз перекрашилась но они там как-то просекают если этот кузов более свежий по годам то они это сразу оценят поэтому как бы сейчас машину делать без номеров не есть хорошо потому что продать ее потом сложно вот теперь еще маршрут учебной езды то же самое согласуется с нашим колл-центром значит такого плана значит обязательно согласуется значит сейчас колл-центром у каждой автошколы есть схема карта маршрутов эти маршруты прописаны под определенные упражнения то вот естественно потом это все утверждает начальник ГАИ города ну сейчас в советском центре так вот естественно сейчас автокурсы стараются привязывать маршруты к своим офисам офисам либо же классам почему потому что так по сути центр запрещен для обучения вождения но если допустим у вас на Пушкинской расположен класс теоретический то машины будут привязываться к этому теоретическому классу естественно они по Пушкинской будут ездить а не летать через них поэтому вот такие вещи конечно же гришники идут на уступки и разрешают поэтому мы сейчас видимо по центру ездят учатся этих самых учебных машин хотя этого быть не должно вот ну вот то что у нас было по поводу согласования я вообще скажу честно раньше весь центр был четко закрыт то есть закрыта была Сумская Поушницкая Иванова Мироносецкая Самнаркомовская Артема Чернышевского вот эти улицы были Петровского были закрыты для учебной езды проспект Правды начало проспекта науки начало Клочковска начало полтавского шляха начало Московского начало Гагарина все вот эти улицы были закрыты для обучения вождению вот и действительно раньше нельзя было там поездить по ним но потом стало очень много школ очень много курсов и они все постарались встать в центре естественно маршруты проложены через центр конечно же теперь уже у них есть такое разрешение поэтому никто никого не устанавливает никто никого не наказывает что у нас тут еще есть вот еще тоже интересно заключается в том числе в условиях специализированных предприятий которые занимаются ремонтом и технологическим услуживанием транспорта знаю вынуждения это вот на передней панели может быть выбит номер а можно прибит табличка с информацией Это компьютерные номер в принципе так вот Ed и на раме и на шассе такие вот таблички быть на двигателе может быть также их не то что просто срубить но также их уничтожать нельзя перенесение закрепления восстановления то есть вот это вот все делать запрещено только согласованием нас полиции вот поэтому же иногда лучший вариант это все-таки хорошо поехали дальше что у нас тут следующее сегодня у нас основа безопасного вождения ну основу по словам безопасного вождения я буду скажем скажем так буду говорить просто по билетам вот у нас есть билет номер семьдесят значение гальманова шляху транспортного засобу досягается чем достигается смольщины гальманова гальмувание на марже блокованием способом проявиться на доскин Peters то есть о чем это имеется в виду уменьшение тормозного пути транспортного слиса достигается вы с помощью торможения на грани блокирования способом прерывистогоichten нажатия на педали тормоза то есть элементарно мы нажимаем на тормоз до того момента что вот Вот-вот заблокируются колеса. Отпускаем, опять нажимаем, опять отпускаем. То есть до момента, когда колеса могут заблокироваться. Заблокируется, это когда колеса останавливаются и ползет по асфальту. Вот это называется заблокироваться. Так вот, это вот такой вот правильный ответик. Есть еще вот в 34 билете. В каких случаях нужно увеличить боковой интервал? Такой вот хитрый вопрос. В каких случаях надо увеличить боковой интервал? При встречном разъезде на большой скорости. То есть мы едем, впереди машина, мы выходим ее на объезд, идет встречный автомобиль. Мы разъезжаемся, но на больших скоростях, мы увеличим боковые увеличения. То есть наши интервалы боковые. Дальше. Во время разъезда, ну уже давайте на украинском будет, потому что это все-таки с билетом взято. Пять час разъезда с долгомедленным транспортом за собой. Когда идет на встречу длинномер, длинномер какой-нибудь, фура там или еще такое. Короче, смотрите, водители, когда ездят за городом, за городом, обратите внимание, все водители стараются держаться ближе к осевой линии. Ближе. Но при встречном разъезде, перед тем, как разъехаться, да, они разъезжаются, берут боковые интервалы больше. Ну а с длинномерными транспортными средствами, там, фуры вот такого плана. Почему нужно немножко брать дальше? Потому что воздушный поток, который идет за фурой, производит завихрение. Бывает так, что может ваша машина просто этим воздушным потоком кинуть под прицеп фуры. То есть, чтобы этого исключить, мы отдаляемся чуть-чуть при встречном разъезде. Да, и дальше. Пять час руху мокрым, слезким, або нарывным покрытием. Вот таким вот, вот в таком случае. Во время движения он мокрым, скользким или неровным покрытием. Естественно, да, мы увеличиваем боковые интервалы. Вот, там будет три, вернее, ответ будет один, и в ответе будет стоять три вот этих ответников правильных. Вот, и последним будет, а нет, вернее, будут вот эти три стоять, и последним будет у всех навыданных в выпадках. Вот так, скажем так. Ну и что еще? Что еще у нас? Дальше билеты. Это именно те билеты, которые по основам безопасного рождения. Так, билет 25. Вопрос. Рухотность по глубокому снегу на грунтовиде дорожи слит? Слит. И вот вопрос, слит. Надо залогить обраньи, зныженные передачи, без резких поворотов и забронов. То есть, о чем это говорится? Что, когда мы едем по глубокому снегу, то мы должны ехать на заранее выбранной передаче, без резких поворотов и остановок. То есть, когда едешь по глубокому снегу, если останется, все, ты уже не тронешься. Значит, поэтому, если мы начали ехать, то мы должны постоянно держать вот эту вот какую-то скорость. Если видим, что упадает, если добавляем немножко газа, то колесо может пробуксовать. Пробуксовать, все, сел. Понятно? Поэтому стараемся ехать так, чтобы без остановок. Дальше. Следующий билет 60. Рухачись у прямого напрямка, с десвыткистю 60 км на годы, вырав топа потрапывала на невылыку, слыску делянку дорога. Еще слит зарабыты. Ну, естественно, вопрос простой. Допустим, перевожу. Двигаясь прямо со скоростью 60 км в час, вы вдруг попали на кусочек, на участок дороги, на скользкий участок дороги. Что нам нужно делать? А ответ простой. Ничего. Не менять ни траектории, ни скорости движения. Все. Ничего не надо делать. То есть, вот как ехали, увидели, что скользкий участок, так и проехали. Понятно? Вот таким образом и проехали. Следующий вопрос у нас. Увиньте, никаких зовнішних светловых приладів забезпечить вам найкраще выдумість дороги під час руху вночі засильній хортовини. Вот. Такой вопросик, да? С каверзой такой. Это самое. Включение каких световых приборов обеспечит нам наилучшую видимость дороги во время движения ночью в сильную метель? Отрегулировать положение сиденья, отрегулировать положение рулевой колонки, отрегулировать положение зеркал заднего вида, пристегнуть пасок безпеки. Вот че-то я не понял. Причем здесь влюблення яких приладів. Ну, тут че-то, конечно, не накружили. Я знаю, что там немножко по-другому стоять, но что-то мы, наверное, неправильно вписали. Ну, ладно. Так. Вот. Ну, щас посмотрим. Каскин безпеки. Фигня какая-то. Ладно, это мы что-то там накружили сами. В каком из различных выпадки водеевый следует отчинивать обстановку сзади? Ну, во-первых, в выпадку будет никакого гальмования. Смотрите. Имеется в виду, что в каком случае водитель должен оценить ситуацию сзади. Начинаем торможение, смотрим в зеркало, а сзади какой-то придурок мучится. Если у нас есть возможность прекратить торможение, просто чуть в сторонку уйти, может быть, чтобы он проехал лучше. Ну, давайте сделаем так. Ну, обязательно смотрим в зеркало, потому что если он у нас просто едет, он у нас просто врежется. Дальше. Вы хотите обогнать велосипедистов. Что вы должны учитывать при оценке бокового расстояния? Ну, во-первых, что оценивается? Боковое расстояние. Представьте, вы хотите обогнать велосипедистов. Что нужно оценить? Оценить их поведение. Раз. И скорость своего транспортного средства. Вот и все. То есть, если они бухие там едут, у такого, чтобы выкрутаться, то, наверное, нам лучше снизить скорость, как-то взять, подождать, когда встречка проедет, и лучше поехать по встречной полосе обогнать. Потому что они пьяные сейчас едут, и, не дай бог, кто-то из них просто остановится и упадет на дорогу. Потому что ехал, ехал, и заснул. И такое тоже бывает. Ну, вот такие вот вопросики, скажем так. Это те вопросы. У нас еще здесь несколько таких вопросов есть. Значит, что еще? Что, 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 швидко, видно, в этой эффективности, гальм, гальм, писте, а пройдет через водную перешкод. Я объясню. Что нужно сделать водитель, чтобы возобновить действие тормозов после пройдет через водную преграду. Объясню. То есть, смотрите. Бывает так, что после дожди большие лужи во время дождя еще много, собираются на дороге. Бывает, что проезжаешь по этой луже, едешь прилично, расстояние большие, такие бывают. Проезжаешь по этой луже, в колеса попадает вода. Вот, в тормоз, ну, наши тормозные кресла, барабаны тормозные, в дисковые тормоза. Вот. Мы выезжаем из лужи, нажимаем на тормоз, а тормоз ватный никакой, торможения никакого нет. Так вот, в этом случае, в этом случае, нужно просушить тормозные колодки многоразовым нажатием на пидары тормоза. Вот это много, не надо. В ответе стоит продолжить рух и просушить гальмивные колодки многоразовыми, на тревалы, мы уже отысканим на подальгали. То есть, несколько раз понажимать на педаль тормоза, и, когда уже тормоза появились, все, поехал дальше уже спокойно, без вопросов. Дальше. Как мои идеи, это в Уразии втраты, с чепленные, я говорю, с дорогой через утворение водяного клына. Что я вам хочу сказать? Естественно, когда мы едем по, вот идет дождь, выйдем, на просвальт и течет вода. Бывает так, что между асфальтом и колесом получается такая попаденная прослойка. Так вот, мы понимаем, что мы едем, но мы фактически машину не регулируем. В этом случае нужно просто бросить газ и использовать торможение двигателем. Дальше. Как изменяется пола зору водя с избившением с выткостюруху? Короче, как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения? Естественно, оно уменьшается, сужается, скажем так. Чем больше скорость, тем меньше мы видим. Вот здесь все пролетает, мы видим только вот то, что у нас не пролетает. То есть, поэтому оно как бы сужается, с большей скоростью. Дальше. Какой вес проедет транспортный засемь за одну секунду за швидкость руху близко 60-ти годы? За сколько? Какую? Вот такой дурацкий такие вопросы. по основам укрывания транспортным засобом? Это, значит, смотрите, ответ, правильный ответ, 16 метров. За одну секунду отрывает 16 метров. Ну вот примерно вот так. Дальше. В приросте в сильном потоке вы пометили сзаду транспортный засемь, что рухается что рухается на занадто малей дистанции. след вчините, чтобы забезпечить безопасность руха? То есть, это имеется ввиду, что вы едете в транспортном потоке, кто-то сзади едет, ну прямо дышит вам в зад. Понятно? Ну я, допустим, в таких случаях, знаете, беру нажимать легкое на тормоза, чтобы сзади загорались, стоп-сигнал. Что вот человек обычно по тормозам. Знаете, как реакция? Ну так дураков проучивать, чтобы не подлазили под зад. Вот. Ну а в правиле движения говорит, надо скорректировать скорость руха движения таким образом, что скорректировать скорость руха, скорость движения путем, уменьшение нажатия на педаль газа, чтобы увеличить дистанцию до транспортного средства, движущегося впереди. То есть, что мы делаем? Если видим, что сзади какой-то придурок движет там в зад, что мы делаем? Мы отъезжаем, стараемся увеличить дистанцию до впереди езжащей машины. Для чего? Если вдруг он нас долбанет, чтобы мы не долбанули еще его, потому что он-то будет отвечать за то, что нас долбанило, а мы ответим за то, что кого-то догнали. Вот тоже на такой вопрос. Как след вчините водееви, если подчас руху сухую дорогу с асфальтобетонным покрытием почав накропать дождь? Вот как надо сделать? Что надо сделать водителю? Уменьшить скорость быть особо внимательным. Вот и все. Для припинения заносу выкликанных альмуванием водитель в первую чергу мая припинит распочат альмувание. То есть смотрите, ввиду, что если начался боковой занос, начался боковой занос во время торможения, то есть машина начала заносить, в это время для того, чтобы уйти от заносу надо просто прекратить торможение. И все. В темное время суток или в хмурую смову, давайте на украинском лучшее, в темную пору добы там в похмурую погоду швидко из устойчивого автомобиля выдается выдается вот вопрос, а выдается он нижче, нижче, То есть когда на улице темно или же хмурая пасмурная погода, то скорость личного автомобиля кажется меньше, чем на самом деле. Это действительно такое есть, ну вот такие билетики нам даются на основу гормония транспортным засобом по этим основам. Мы сейчас их разобрали, в принципе, это была наша последняя на сегодняшний день темка, вот, и урок в общем-то так будет слегка укороченный у нас, но, ну, ребята, как я уже говорил, в принципе, в принципе, сейчас решать вам нужно будет как можно в полном объеме вводить ее экзаменационные билеты. Ребята, ставьте билеты на тестирование себя, то есть так как вам будет программа отбивать 20 минут, 20 билетов в разнобой и решайте их, старайтесь их решать как можно больше. Я понимаю, конечно, да, там 10-15 билетов таких решишь и уже начинают крышей ехать, это я понимаю, ну, по возможности, делать и перерыв, еще есть возможность, я интересовался сегодня на Малышева, ученики, говорят, я иду в маршрутке, решаю билеты, самое, да, выходим перекурить, допустим, я сижу решаю, не курю, решаю билеты, вот, приезжаю домой, поужинаю, там, сел, порешал немножко билетов, то есть, вот таким образом, ребят, билеты вы решаете не для меня, не для автошколы, не для гаишников, нет, для себя, потому что это все-таки информация, которая, в общем-то, когда-нибудь да, пригодится, сейчас, может, в данный момент, нет, но через 2-3-5 лет она всплудет, вы ее вспомните, что, да, вот такая ситуация была в билете, а вот она произошла, понятно, вот так, значит, вопросы ко мне есть, хорошо, если вопросов нет, значит, ребят, смотрите, что дальше, я так понимаю, что у вас, в общем-то, началось уже вождение, значит, смотрите, во вторник у нас будет урок по медицине, урок будет серьезный, сразу говорю, поэтому, нефилон, я, пригодится в жизни, это пригодится, поэтому, я с вами еще встречусь во вторник, конечно же, да, расскажу, объясню все, и послушаем медицину, вот, ну, а на сегодня, если тогда уже вопросов нету ко мне, домашнее задание, последнее домашнее задание, прочитать пункты 31, 32, самостоятельно, вводи ЮА по этим пунктам, и по общим пунктам, уже по экзаменационным билетам, все, ребята, на сегодня тогда все, всем, всем, всего доброго, до свидания, хорошего, спокойного вечера, поображения, и, и, сделка,